Мы продолжим наш выпуск и сейчас об учителях будущего. Конкурс на это звание стартовал в ноябре и дошел до финала. Победители будут определять в Петербурге. Вот оттуда на прямую связь выходит Дмитрий Акимов. Дима, приветствую. А вот сколько было участников сначала и сколько в финале? Да, здравствуйте, Антон. Ну, для начала скажу, что до финала смогли добраться лишь 1% от всех участников, которые подали изначально заявки. В эти минуты в Петербурге действительно проходит открытие финального этапа торжественного конкурса, торжественного финала «Учитель будущего». Первый день это сбор участников и торжественная часть концерта. Уже завтра финалистов ждут серьезные испытания. В северной столице собрались 96 команд учителей со всей страны. Всего среди финалистов 306 человек из 44 регионов страны. Сам конкурс стартовал еще в 2019 году. Тогда заявки на участие подали 39 тысяч педагогов, опять же, со всей страны. Все это время они проходили самые разнообразные испытания, участвовали в мастер-классах и семинарах, получили доступ к глобальной библиотеке знаний. И, конечно, знакомились и общались между собой. Вот сейчас я предлагаю послушать, что говорят финалисты. Этот конкурс, конечно, изменил мировоззрение многих учителей. Я думаю, не только мое мировоззрение. Мы по-новому оценили перспективы развития образования в стране в целом и в нашей школе в частности. Мы научились совершенно по-другому учить детей. Чему нас научил конкурс «Учитель будущего»? Так это тому, что совершенно не нужно бояться пробовать, экспериментировать. Иногда позволять детям вести нас за собой. Мы познакомились с другими учителями из других регионов, с учителями, с коллегами, которые жили в нашем регионе, но в других муниципалитетах. Мы себя проверили, посмотрели на себя чуть-чуть с другой стороны. Добавлю, что этот конкурс направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию учителей, где бы они ни работали. И действительно, сегодня мы общались с педагогами, которые представляют и большие столичные гимназии, и маленькие хуторские школы. И для каждого здесь нашлось место. Место, чтобы поделиться своим опытом и узнать о самых современных методиках в обучении. Мы должны способствовать повышению социальной мобильности и давать равные возможности самореализации гражданам. И как раз конкурсы, такие как «Учители будущего» и другие, которые реализуются на нашей платформе, предоставляют такие возможности. Вне зависимости от места проживания, от позиции, социального статуса, принять участие, проявить себя и показать другим, на что вы способны. И более того, это, конечно, опять же, как и в «Учителях», так и в других конкурсах, это возможность найти единомышленников в своей сфере. Но в ближайшие три дня участников конкурса ждет завершающий, самый серьезный и сложный этап соревнований. Из 100 команд выберут 30 сильнейших. Финалы награждения состоятся 20 марта, в эту субботу. И мы будем следить за тем, как будут проходить финальные части соревнований. Такие новости из Санкт-Петербурга. Антон, коллеги. Да, Дмитрий, спасибо. Пожелаем финалистам удачи. Дмитрий Акимов о конкурсе «Учитель будущего». Финал сегодня стартовал в Петербурге.